МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три ДТП, двое пострадавших и один погибший. Так в сотках ГАИ отобразились прошедшие выходные. Причем пострадавшими в обоих случаях оказались дети. Днем 8 апреля 28-летний мужчина на автомобиле Ниссан Жук наехал на 15-летнюю школьницу. ДТП произошло в дворе дома на улице Богдана Хмельницкого. Девочка обращалась за медицинской помощью. К счастью, серьезных травм врачи не диагностировали. Вечером этого же дня в поселке Макаровка произошло еще одно ДТП. Но последствия оказались уже трагическими. 23 часа 25 минут на улице Полевая водитель 95-го года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-21099, при выезде со второстепенной автодороги на главную не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной МАН с полуприцепом, который управлял водитель 76-го года рождения. При столкновении серьезно пострадала 22-летняя пассажирка ВАЗа. Полученные травмы оказались смертельными. Уже по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи девушка скончалась. Алкоголя в крови водителей обнаружено не было. В воскресенье безопасностью на дорогах тоже не порадовало. И снова пострадавшая оказалась несовершеннолетняя. Около двух часов дня 15-летняя девочка упала в салоне ПАЗа, движущегося по 28-му маршруту. После чего водитель скрылся с места происшествия. Однако вскоре сотрудники госавтоинспекции его задержали. Как выяснилось позже, девочка отделалась лишь ушибами. На водителя ПАЗа за оставление места ДТП составлен административный материал. Подробности произошедшего выясняются. Дарья Аберясева, Происшествие, 10 канал. Темняковский межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия по факту обнаружения тела двух малолетних детей, а также их дедушки в Торбиевском районе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотрено частью 3 ст. 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Установлено, что 7 апреля 2017 года в жилом доме в селе Кожлотко Торбиевского района с признаками отравления угарным газом были обнаружены тела девочки и мальчика 2011 и 2013 годов рождения соответственно, а также их дедушки в возрасте 61 года. Еще один ребенок 2009 года рождения из дома был доставлен в больницу. О произошедшем правоохранительные органы сообщили родители детей, когда вернулись домой с работы. По предварительным данным, угарный газ распространился по дому вследствие того, что была закрыта заслонка печи от отопления. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти пострадавших следователем назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Сергей Кудаков, помощник-следователь в Темняковском же районе следственного отдела. Городовского района Городовского района Городовского района Городовского района Вот так вот балуются поджигать траву. Загорели гаражи и сараи. Траву, наверное, подожгли или сараи? Никто. Траву. Подожгли траву, да? Да. Ну, же, акуру кинули, загорелось. Да нет. Да скорее всего, ребятишки какие-нибудь. Нет, он платку на траву. Подожгла, да? Да. Вот это? Ага. Понятно, виновница. Следственный комитет Мордовии разыскивает 63-летнего жителя Качкуровского района Зимина Александра Александровича, который в июле 2016 года ушел из дома своего знакомого в селе Напольное Тафло и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Приметы Зимина Рост 175 см, волосы седые и глаза темные. Был одет в короткую трехцветную куртку, черный комбинезон, темно-коричневые ботинки. Особые приметы Родимое пятно на лице. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Зимина или обстоятельствах его исчезновения, просьба сообщить по телефону 56 07 14 или 102. Первый отдел полиции Саранска разыскивает без вести пропавшего Куликова Алексея Владимировича 1977 года рождения, который 19 марта ушел из дома в поселке Николаевка, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Примета Куликова на вид 40 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, волосы прямые и темно-русые. Был одет курткой, ветровкой темного цвета, спортивной трико и кроссовки темного цвета. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Куликова, просьба сообщить по телефону 29 77 88, 29 77 61 или 102. Мобильный телефон. Ваш друг и помощник. Но телефон может быть и вашим уязвимым местом. Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. СМС-попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение. У меня проблемы. Положи на этот номер 900 рублей. Сам не звони. Свяжусь с тобой позже. Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса. 105,6 ФМ 105,5 и 6 ФМ Милицейская волна Пожарная охрана, городсера. Что случилось? ВЫСТРЕЛ Пожарная охрана, городсера. Пожарная охрана, городсера. 10. СПЕrations